Гость, психотерапевт Сергей Гудков. Сергей Владимирович, здравствуйте. Доброе утро. Спасибо, что вы нашли время прийти в нашу студию. Тема сегодня, в которой без вас никак не разобраться, это расстройство пищевого поведения. Сложная конструкция. Сложная, да. Да, для начала расскажите, пожалуйста, что это за расстройства такие? Это психиатрический термин, потому что психиатрии сейчас избегают понятия болезни. Говорят, расстройство, расстройство такого-то поведения, такого-то поведения, независимо от причин, если там генетика, если там психология или целый комплекс. Говорят про то, что, в принципе, любое расстройство поведения, это то, что отличается от обычной, от средней нормы, от того, как делает большинство. Ну и судя по тому, что происходит в мире и в нашей стране, по-моему, скоро эти расстройства становятся нормой. Скоро нормальное поведение пищевое будет каким-то необычным, вот так. Но расстройство пищевого поведения обычно рассматривалось раньше всего два варианта. Первый вариант – это, грубо говоря, когда человек ест мало, меньше, чем обычно, когда есть последствия для физиологии. И чаще всего это касается молодых женщин и даже девушек. Это то, что мы называем анорексией. Анорексия – это достаточно тяжёлое расстройство пищевого поведения, потому что, когда люди теряют вес, есть летальные исходы. Я, кстати, видел такие, когда работал в психиатрической больнице, видел такие случаи, это действительно ужасно выглядит. И второй полюс – это булимический спектр. Булимия есть разная, есть компенсации. То, что обычно считают булимия. Булимия есть и без компенсации, это то, что обычно считают обыкновенным перееданием. И вот там тоже много-много разных вариантов. Но сейчас есть и третий вариант расстройства пищевого поведения – это орторексия. Оно ещё не входит, по-моему, в официальные классификации по МКБ-10 или по ДСМ-4. Но, тем не менее, это уже есть как массовое явление. Если простыми словами объяснить, это чрезмерная приверженность правильному питанию, когда люди переживают из-за того, что съели два листка салата вместо того, что им положен только один в это время, когда они слишком много тренируются. То есть избыточная концентрация на том, чтобы всё было правильно – это тоже нездоровая штука. Вот так. Расстройство – это когда что-то выпадает за пределы нормы, так, как это должно быть. В норме как? У нас есть некий контроль, есть согласие с телом. И, ну, скажем так, гармония между этим, когда человек себе позволяет что-то иногда неправильное, ни то, ни вовремя, но в основном с едой отношения нормальные. Человек ест тогда, когда голоден, и заканчивает ест тогда, когда есть насыщение. Вот это правильное пищевое поведение более-менее. А вот когда начинается, это я не ем, потому что кто-то сказал, это я ем, потому что это правильно, хотя внутри воротят. У меня как-то была клиентка, которая рассказывала, она полгода ела по утрам творог, потому что так правильно и полезно. Я спрашиваю, вы любите, у неё отвращение на лице? Нет, говорит, я ненавижу творог, зачем вы его едите? Ну как, ну все же пишут, что утром есть правильно творог. Ну вот так. Это, конечно, нездоровое пищевое поведение. Такое ощущение, что правильные какие-то отношения, правильные для тебя отношения с едой мало кто умеет выстроить. Мы иногда же на ходу перехватываем, чтобы ходить и контейнеры с собой носить, но мало кто на такие подвиги, чтобы вот ещё и научиться слышать себя, когда ты хочешь поесть. И это сложно. Пришёл там, кто-то тебя чем-то угостил, или домой пришёл, готовить некогда, тоже что-то на бегу, или наоборот, приготовили что-то вкусное. Может, ты и не хочешь, но ты хочешь есть, и ты ешь то, что приготовили, даже если тебе и не хочется. Ну вот вы слышите то, что вы говорите, то, что вы сами говорите, что тебе некогда. Представьте себе ситуацию, человек вдруг описался, ой, извините, мне некогда в туалет было сходить. Взрослый человек, бывает такое? Не бывает же такого. В нашей культуре заложено, что отношение к еде, оно, с одной стороны, избыточно такое, насыщено эмоциями, традициями, там, где мало связи с телесными потребностями. С другой стороны, еда – это что-то второстепенное, что можно сделать на ходу, когда можно выпить какую-то таблетку, когда можно проглотить какой-то набор, что тебе об этом не надо заботиться, вообще забудьте, занимайся другими делами. То есть, опять же, дисбаланс. С едой очень много проблем, и исторический контекст, конечно, влияет, и современное развитие технологий, когда еда стала очень доступной, её же надо продавать, надо, чтобы люди покупали. И биологической адаптации к избыточной еде у человека, к сожалению, нет. Может быть, к счастью. Верно ли искать, допустим, когда ты понимаешь, что у тебя, ты поглощаешь много еды, или наоборот, ты не ешь совсем еду, и вот последствия, как анорексия, которые сейчас, часто такие истории слышно, когда девочки-подростки, они под какой-то глянец себя подгоняют. Верно ли сначала искать какую-то психологическую причину? Потому что, допустим, есть такая версия, что анорексия – это когда человек, такой медленный суицид, когда он хочет исчезнуть, чтобы его не было заметно, не было видно, и вот так он себя зажимает. А, допустим, булимия – это когда человек хочет испытывать чувство вины постоянно, или чувство жалости к себе после того, как он выбрасывает из себя эту еду. И чем отличается булимия, например, от когда ты еду из себя изрыгаешь потом, или когда ты её переел, но ты её оставляешь в себе. И булимия ли это там и там же переедание? Да. Ну, давайте начнём с анорексии, как наиболее сложного расстройства, сложного для лечения, для терапии. До сих пор нет понятной концепции, почему, как она берётся. Видимо, большая роль генетики есть в этом. Но, конечно, семейная система тоже влияет. Если мы чуть-чуть отвлечёмся, есть интересный труд Мюрэя Боуина. Это классика семейной терапии. Он описывает то, как вообще живут люди, как строятся отношения в семьях, как что там передаётся. Так вот, идея, которая есть у Боуина, она очень неявная. Как мне кажется, я её уловил. Боуин рассматривает единицу жизни, в качестве единицы жизни, не отдельного индивида, не семью, как это принято в семейной психологии, а род. Причём род целиком. Вот знаете, грибы растут, есть плодовое тело гриба, то, что мы называем грибом. Шляпка, вот это ножка гриба, да, которую мы срезаем. Так вот, это всего лишь 10%, а 90% – это грибница, которая под землёй, которая не видна. Так вот, по Боуину род – это точно так же, как вот грибница. Есть множество поколений до, которые уже были, их не видно. Есть 3-4 поколения – бабушки, дедушки, дети, внуки, которые сейчас живы, это вот то, что мы видим. И есть ещё какие-то следующие поколения, которые будут. И в течение жизни возникают разные генетические поломки, разные психологические проблемы, и каким-то образом есть вот такой надиндивидуальный механизм защиты, что род вот эти вещи скапливает, скапливает, и в кого-то из индивидов он просто сбрасывает эти поломки, и рождается человек, у которого проявляется психоз, проявляются тяжёлые какие-то расстройства здоровья, поведение, и этот человек, как правило, не даёт потомства. То есть, рот как будто сама очищается, что вот это вот такая сухая веточка, которая должна отломиться, и там не будет плода. И в семьях бывает, что человек, который является носителем симптома, это как раз тот вот, на которого рот сбросил, сбросил, как это не мистично звучит, вот эти проблемы. Ну, мы можем иногда помочь этому человеку. Так вот, в случае анорексии, ребёнок, который проявляет анорексичные симптомы, я говорю про ребёнка, потому что чаще всего это девушки и очень молодые женщины, это ситуация, когда есть большой семейный дисбаланс, и ребёнок выступает, это один из вариантов анорексии, так называемая жертвенная анорексия, ребёнок выступает в качестве такого героя, который должен спасти эту семью, и он проявляет именно анорексичное поведение. Но здесь смысл не в том, что ребёнок умирает. Вот суицидальное поведение, это суицидальное прямое, и поведение, которое ведёт к выпадению жизни, допустим, как в случае наркомании у подростков, или в случае сильного делинквентного поведения преступного, это вот там есть такие суицидальные устремления, когда есть семейный приказ, уходи, ты здесь не нужен, мы тебя не ждём, мы тебя не хотели. А здесь, наоборот, нам нужен герой, который ценой своей жизни спасёт нас. И тогда ребёнок начинает угасать, он начинает проявлять этот симптом, и в том числе это накладывается на особенности личностной организации. Как правило, это люди, которые высоко чувствительны, они могут сильно переживать, они стремятся к какому-то совершенству, постоянно переживают, что они этого не добиваются. И они так много переживают, что им становится невыносимо вот столько переживать. И в какой-то момент и семейная роль, и вот эта вот такая эмоциональная чувствительность соединяются, и они находят способ. Я отказываюсь от еды, и получают такую эмоциональную анестезию. Плюс тут же возникает вторичная выгода. Ух ты, какая я замечательная, на меня столько внимания, все же пытаются накормить, спасти. Кто же будет отказываться от внимания? Плюс ещё одна вторичная выгода частенько возникает здесь. Когда человек через какое-то время действительно может отказываться от еды, это способ немножко вознестись. Ух ты, я же такая крутая, ничего себе. Они не могут, а я могу, я круче. Светлым духом питаться. Ну да, да, да. Я как-то выше, что ли. Вот так. Вот такая динамика. Тогда без психологического какого-то работы над собой, без помощи специалиста, невозможно правильные установить отношения с едой вот такому человеку. Ну, скажем так, сложно, потому что в психотерапии есть понятие, как попытки решения, которые только подкрепляют проблему. Вот эти вот попытки семейные накормить, призывать к разуму, да посмотри, что ты с собой делаешь, да и так далее, и так далее, да как мы из-за тебя огорчаемся. Это то, что закрепляет проблему, потому что это становится всем выгодно. То есть семейная проблема тогда не решается какая-то основная, все силы уходят на то, чтобы заставить эту девочку есть. Она внутри гордится, плюс она получила защиту от переживаний, с которыми она не умеет справиться или не может, или не могла справиться. И вот все крутится вокруг этого. Образуется такой гомеостаз, но он патологический. Я намеренно не называю телефоны прямого эфира, потому что у нас уже есть вопросы от слушателей. И вот у нас, правда, остается минута, я вопрос, может быть, озвучу, а продолжим мы после рекламы. Как раз-таки спрашивает мама, не сама девочка, мама подростка девочки, о том, что она беспокоена, ребёнок не хочет есть, она замеряет постоянно себя, размеры одежды всё время уменьшаются, и она очень радуется этому. Ещё и в процессе всего она курит, чтобы отвлечься от еды, потому что после курения она есть не хочет. Ну да. Вот. И мама беспокоена, как помочь. Ну, действительно, ребёнок умирает на глазах. Вот что делать? Ребёнок сам-то, в общем-то, никуда не пойдёт. И мы после рекламы тогда вернёмся к этому вопросу.